Как бы мы хотели, чтобы нас учили в церкви? Давайте составим список. Предлагайте. Люди ведь голосуют ногами, особенно по отношению классов воскресной школы. Они или приходят, или не приходят, как мы хотим. Сердце. Интересный учителя. Вы можете себе тоже записать. Мы с вами вместе творим этот список. Что еще? Творческий подход. Разные формы. Методы. Широкий подход. Хорошо. Еще что? Ясная практическая цель. Понимание, зачем это все нужно. Ученика и учителя. И те, и другое понимают, зачем он дает эту тему. Это что он хочет достичь. Угу. Ясная практическая цель. Зачем? Зачем? Еще что? Чтобы моральный образ учителя соответствовал тому, что он говорит. Угу. Говорят, вот обращаясь к конкретному человеку. Вот. Не общего, как говорит это братья и сестры. Он говорит, ты. Вот обращаясь. Вот он смотрит в зал и говорит, вот ты. И вот это впечатление, как будто он обращается к тебе. Лично. Ко мне. Обращение ко мне, да? Угу. Что еще? Чтобы это было в какой-то степени более-менее удобно, чтобы это делалось с пониманием того, что мы работаем. У нас тяжелый график. Угу. И чтобы, ну... Удобное время. Удобное время, удобное место. 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 Угу. Отлично. Еще что? Список не ограничен. Это только нашими пожеланиями ограничено. Здесь где-нибудь отражены вот то, что нам нужно, чтобы учили нас тому, чему нам нужно. Обращается ко мне, да? Угу. Обращается ко мне, потому что вот ты такой-сякой, давай исправься. Или обращается к моим нуждам, отвечает на мои нужды. Есть такое дело? Угу. Творческий подход. Практическая цель. Да. А, практическая цель, да? Об этом говорится. Ясно, практическая цель. Зачем? Ну, нужно как-нибудь записывать потребности. С любовью, пониманием. Во. Ага. Ага. С любовью. К моим нуждам, я здесь говорю, да? На дом у вас будет задание там прочитать различные нужды, различные возрастные нужды. Или нужды социальных групп, одиноких или стариков, или неженатых. И там мы будем больше понимать о том, как это важно к нуждам. Когда я делал свое исследование для диссертации о стилях руководства учебным заведением, и большая часть характеристик, которые были желаемы респондентами, студентами, обучающимися и лидерами учебных заведений, было, относилось к области взаимоотношений. Любящий, понимающий, терпеливый, знающий. Ни одного не было, кто бы сказал, чтобы строгий был какой-то там. Ну, было, потому что организованный. Потому что мы многие с вами, особенно восточные люди, плохо организованные. И это один из наших больших бичей. Нам трудно что-то начать, а потом, когда мы раскочегаримся, разгонимся, нам трудно закончить вовремя. Вот это одна из проблем. Но вот эти вот именно любовь, понимание, терпение, вот эти качества взаимоотношения были очень часто употребляемы респондентами. Итак, что-то еще есть, что добавить? Теперь, раз мы создали вот такой список с вами вместе, а как это осуществить? Хорошо, когда мы хотим, чтобы нас так учили. А если нам этот список представят, как мы будем строить свое обучение в группе, церкви, классе? Вот теперь вот то, что вы желали, теперь от вас желается. Как вы будете строить свое обучение, исходя из того, что вы хотели бы видеть сами? Часто вот эти два списка противоречат. У нас мы вот хотим одно, а от другим хотим, а от других хотим другое. Всегда ставьте себя на место обучающихся. Что они хотят? Именно от их нужд и начинайте. И в связи с этим, ладно, тогда ставим это место. Давайте откроем, у вас есть вот эти зеленые книжечки, и там есть замечательная глава о моделях преподавания. Я не зря начал составление вот этого списка. Мы хотим, чтобы было в удобное время, интересно, не скучно, соответствовало нуждам, проблемам, чтобы ясно была практическая цель, а не там что-то, где-то там какой-то там царь, какой-то там это, что-то там сделал. А мне-то что до того? И к чему я здесь могу научиться? Там какие-то у них проблемы, они их решали, а я что? Или так далее. Или только одни слова, одни слова, хоть и ни одной картинки нет. Мы ничего не запоминаем, если вот так вот только слова, слова, слова. А вот эти творческий подход, когда покажут образ, когда включат видеоклип, в церкви у нас недавно это делали, замечательно, я прослезился, когда создаются какие-то интересные сценки или притчи в конкретном действии. И Христос много притчей мне говорил. Вот они гораздо больше. Говорят, один образ, одна фотография стоит больше тысячи слов. Я думаю, даже больше. Майкл Паланий, который сбежал от советской власти, по-моему, в Венгрии и в Америку, и уже в 54-56 годах опубликовал книжку «Tacet Knowledge» – «Скрытое или безмолвное знание». Приводит такой пример. Представьте себе, вас попросили найти какого-то человека. Что вам лучше? Чтобы вам дали описание этого человека на многих страницах? Или вам показали этого человека на фотографии и сказали, пойдите на улицу, найдите его. Что лучше? А наибыстрее и гораздо лучше. Есть вещи, которые слова, вот эти черненькие закорючки на белой бумаге, не могут выразить. Вот это скрытое знание, невысказанное, несказанное знание, можно сказать таким старорусским словом. И такого много. И такого немало. Духовное знание не высказывается закорючками черными или там белыми на черном фоне. Этим нашими буковками, которые мы придумали. И даже образы черты человека, трудно сказать, высказать. Поэтому используйте образы. Христос использовал образы. Различные образы. Движущиеся, недвижущиеся, в цвете. Мы с вами очень много можем воспринимать. И один из образов это сам образ человека. Поэтому и ваши эмоции, ваше лицо, ваши чувства, показывайте их. Не стесняйтесь. И люди будут с вами сопереживать и отображать это все. Итак, какие бы мы хотели, чтобы у нас была цель в нашем образовании? Посмотрите по книжке. Согласны ли вы с тем, что предлагает автор? Чтобы все, никто не болел. Чтобы были хорошие семьи. Чтобы все все знали. Имена всех апостолов, как от зубов, чтобы подскакивали. Или чтобы вели себя прилично. Какие цели? Есть книга «Цель, устремленная церковь». И эта книга сделала огромную революцию. Потому что если церковь не стремится ни к какой цели, а просто так, как бы в общем целом, сразу всех достигает и не достигает, и никуда не идет, не движется, то это становится болотом. Какая цель нашего обучения? Как мы хотим? К чему это обучение все? Чтобы мы могли изменять души людей. Чтобы они в процессе нашего обучения духовно возрастали. Духовный рост во Христе. Хотя бывают и нередко цели другие. Официальная вывеска «духовный рост» на самом деле, чтобы было больше людей, чтобы было достаточно платить зарплату пастору. И такого, к сожалению, в том числе в Америке бывает немало. У нас пасторам почти не платят, поэтому такой проблемы почти и нет. Но в некоторых случаях... Или, допустим, чтобы сказать, что вот наша церковь в нашем городе самая большая и самая мощная. Бывает и такое. Но все-таки рост во Христе. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok